приветствую всех с вами михаил в прошлом ролике я просил вас задавать разные вопросы и в этом ролике я буду отвечать на эти самые вопросы начну с на менее популярных и по мере так сказать рассказа буду переходить к более популярным постараюсь ответить на все ваши вопросы в общем то просто были хорошие интересные поэтому отвечаю спрашивает вера маудио это же акита собака улыбалка будешь учить акиту улыбаться это не акита это сиба и но есть такая еще порода очень похожая на собаку лобаку практически то же самое только меньше что не акита оси по и но наушники провод без провода 10к говорил что не буду отвечать на вопросы про аудио ребят но полно уже этого контента про наушники опять не отвечаю вот интересный вопрос что с видео про похудение какая у тебя образование собаку хатика завод он давайте папа порядку дарк варл дарквал сразу несколько вопросов задал что с видео про похудение с видео про похудение на моем втором канале да действительно давно не выходили связано это прежде всего с тем что сейчас я временно не худею не худею по основная причина следующая мне наконец поставили диагноз собственно наверное про это стоит снять отдельное видео чтобы было более понятно и не скомканно короче смысл в том что моего здоровья сейчас не позволяет мне активно да даже не активно заниматься спортом если кратко то мне поставили рассеянный склероз да вот привет всем ребятам кто в общем-то давно от меня слышал что у меня проблемы с чувствительностью рук там и так далее короче говоря это называется рассеянный склероз это никак не связано с памятью ну короче кто знает тот знает к сожалению мне сейчас очень сложно двигаться у меня проблемы с координацией движения и так далее и грубо говоря даже сложно банально 500 метров пройтись выбросить мусор лечусь к сожалению это не лечится полностью ну по крайней мере будут стараться снять симптомы но вот к сожалению такая вот неприятность которая не позволяет мне заниматься спортом такие дела если вам интересно что чувствует человек с рассеянным склерозом не знаю напишите в комментариях я сниму про это отдельное видео какое у тебя образование у меня незакончены выше хатика собаку нет не хатика где борода бороду меня просится сбрить постоянно людочка вот ей так больше нравится каким новыми гаджетами обзавелся все не перечислил очень много всего и очень много приобретено для того чтобы снять обзоры например я купил btr 3 better 5 от пифи очень крутые передатчики блютусные которые короче не буду сейчас грузить вам очень понравится я уверен так обзор ps5 будет нет не будет мне приставки не интересны моешь руки после туалета если хожу по маленькому не всегда по большому конечно же так то что дома у тебя есть карашеватель нет что с кроссовками асик схожу в них и зимой и летом это моя основная обувь у тебя в детстве было лего нет не было лего ты верующие нет я не верю в бога как относишься к гем есть такие люди им нравятся люди против непротивоположного того же повода что и они если они ко мне как бы не цепляются то ради бога пусть как бы будут и пусть не все будет хорошо ты крутой мужик наверное ты не мне судить так можете поставить лучшую звуковую карту нет про звук не отвечаю ребятушки не обижайтесь я вас предупреждал как пропатчить кд 2 брат фриппу под фри бсд хороший мем но к сожалению это сделать никак невозможно невозможно пропатчить кд 2 под фри бсд что за рыжая пузька на видео уже рассказал сиба и на расскажи о ней вкратце рассказал буду кстати подписывайтесь на мой инстаграм вот буквально сегодня выложил там как мой первый раз водили ее на улицу не уже прошли все прививки и прошло вот срок после этих прививок сегодня первый раз ее гуляли так что подписывайтесь на инсту ссылка в описании там все будет какие тех на канала можешь порекомендовать ну конечно же это про хай-тек мне очень нравится конечно же игорь морозов новинки идти кто еще да я на самом деле много всего такого смотрю потому что это так или иначе связано с моей работой но мне сложно прям всех перечислить кого я смотрю читаешь ли reddit нет reddit не читаю хотя знаю что это такое очень интересен такой момент что стало с теми людьми что жгли на заре киберспорта в рф в нулевых но на самом деле все просто выросли все занимаются своими делами и в общем то вот с ромой полосатым например мы переписываемся иногда олег сейтан мой товарищ гера напалом там rbv все мои друзья в общем то многие некоторые даже играют до сих пор вот не знаю какой-нибудь там on kind в общем то многих я знаю с некоторыми общаемся скуки вот недавно общались так может знаю что ну чуть-чуть знаю лучшие уши про наушники не отвечаем главный вопрос нет не отвечаем про наушники здорово миша хотел бы спросить какие рок-группы ты относишь к своим самого любимого что можешь посоветовать на из старого о чем все не знают но и по игрушкам во что вообще в последнее время играешь вообще ни во что не играю ребят не поверите я год уже него что не играю вообще где-то наверно месяца 8 назад я один раз заходил в пак и все это там ненадолго вообще ни во что не играю ни капельки об этом не жалею и жизнь прекрасна без игр вот тем более еще раз повторюсь связи с моим заболеванием меня во время обострения в особенности я ключи в руках держать не могу не то что вот хорошо попадать по кнопочкам ну и теперь вы знаете почему я всегда был плохим пехом и почему летал более-менее хорошо на вертолете потому что левая рука у меня в основном пострадала в связи с этим заболеванием а право еще как-то работает ну вот собственно правая джойстика держу так предыдущий вопрос был из так какие рок-группы я я слушаю знаю там и так далее не знаю мне в детстве нравились ганс н роуза с допустим и аран мейдом металлика там еще что-нибудь сейчас я слушаю вообще разную совершенно музыку не только рок из каких-нибудь недавних открытий до фиг его знает я снова люблю классику там 70-х 80-х 90-х может быть что-то и попадалось но вот так вот чтобы сходу сказать ничего не скажу миш привет ты делал обзор на идифа наушники колонки пропускаю извините сделал ведро с видос по без 4 со схема если нет то почему меня андрюха недавно звал поиграть бф4 и мне было правда очень хотелось это сделать но совершенно замотался то в больницу то в поликлинику то извините личная жизнь и меня совершенно не получилось сыграть помниться ты когда-то рассказывал что у тебя была хорошая работа веб-студия машина потом ты сосредоточился на ю тубе и так далее так далее короче вот сейчас стол лет того второй вопрос каверз наверняка экспассия смотрит твои видео вот спустя время увидишь чтобы ты ей сказал короче да я про это выпускал видео поэтому не знаю что сказать еще дополнительно к этому когда-то у меня была крутая работа я много зарабатывал там вы было было потом я занялся ютубом все просрал продал даже там фототехника который долго занимался там чуть ли не на лям жил на эти деньги кое-как кто-то мне помогал донатами то есть вот у меня был такой период жизни как бы хреновую можно сказать сейчас все несколько изменилось он стал лучше то есть я сейчас зарабатываю не youtube вообще и мне всегда смешно смотреть комментарии когда меня очевидно там обменяют какой-нибудь продажности и так далее поверьте те деньги которые может мне предложить сейчас youtube это но абсолютно ничто так слову канал мне приносит 5000 рублей 5-6 тысяч рублей в месяц я иногда беру деньги за обзоры иногда обзоры покупаю вот собственно эти деньги которые получил там забыл каких-нибудь наушников давайте вот например вот недавний пример наушники и fire g2 там кто-то сказал что ну всегда есть кто-то кто говорит что они продажные там и так далее нет это очень крутые наушники я за этот обзор получил деньги достаточно неплохие собственно свой стандартный ценник я не буду сейчас называть но многие видели и мои ценники когда я выкладывал переписки там и так далее в в группе вконтакте кстати тоже подписывайтесь вот мне не запретно не заплатили ни копейки больше мне не просили как обычно вообще ничего говорить и мои условия я тоже не раз озвучивал выкладывал переписки короче весь смысл в том что я продаю свое время но я не продаю свое мнение так что если я сказал что наушники хорошие значит они хорошие если не сказал что они хорошие ну значит они плохие по крайней мере я всегда стараюсь быть своими честным так короче я не жалею да я не жалею тем что я все это затеял вообще в принципе в жизни ничего не ни о чем не жалея были сложные моменты как бы сейчас несколько пару получше хотя я бы не сказал что я там какой-то король там олигарх так как ты смотришь чтобы ввести категория в свои обзоры например оптимально выбору лучший выбор и так далее думаю постоянно насчет вот этих всех вещей но как бы пока не знаю я просто делаю обзор потому что мне нравится делать обзоры если я хотел на этом наживаться там на просмотрах там и так далее я в делке и топы чарты еще какие херню мне просто нравится рассказывать о звуке я делаю то что мне нравится будет интересно сделать мне какой-нибудь топ или обзор там еще что-то не вопрос делаю у меня вопрос по тематике как на канал я когда-то уже спрашивал в комментах но не ответил про звук не отвечаю извините так то все такие какие лучше будут звучит нет не отвечая про наушники почему о по усилители ушли с рынка я не знаю почему они ушли с рынка делали очень годные девайсы но на мой взгляд просто это очень узкая ниша всяких аудиофилов и так далее гораздо выгоднее для компании делать всякие телефончики вот они собственно и вышли с рынка миш привет такой вопрос почему ты не за партнеришься с каким-нибудь магазином электроники не будешь брать для них наушники на обзор для обзора я уже в принципе запартнерился более-менее с доктор хэдом если у нас с ними все будет нормально то есть они будут согласны вот получать мое мнение такое какое оно есть им тоже озвучил что я не буду там рассказывать про что-то хорошо про что-то плохо если вам это выгодно я буду рассказывать только свое мнение короче есть его их все устроит то собственно мы с ними будем работать дальше сейчас меня от них есть одни наушнички они вот здесь вот лежат вот они твске но был но был фалкон называются это из доктор хэда еще мне есть сейчас вот наушнички вот там лежат достаточно крутые за сто тысяч с другую компанию ну короче я да я партнер есть там и так далее но повторюсь мне очень сложно работать с конторами с разным потому что я не продаю свое мнение а рано или поздно получается так что мне придется про какой-то девайс сказать плохо ну либо не сказать ничего а как бы для компании это все не выгодно поэтому не всегда мне получается с кем-то долго сотрудничать вот исключение это defier потому что они всегда абсолютно принимают вот то что я сказал опять же это не потому что они не отплатят говоря потому что они вот реально присылают мне что-то и ничего не просят взамен собственно поэтому с ними работаем ну и хайпер иксы достаточно долгое время сейчас попробуем микрофон хайпер иксы достаточно долгое время с ними работаю потому что в принципе они мне мозг ни разу не парили просто присылаю девайсы я просто делаю них обзоры и все счастливы так пиш привет так я конечно извиняюсь то что по тематике не отвечаю по тематике звука привет михаил играешь ли ты в компьютерные игры ответил уже нет не играю вернешься ли ты к стримам или гайдом если выйдет что-то интересное из игрушек я возможно буду как-то игровую тематику на канале вот поддерживать если у меня пойдет сейчас лечение у меня наладится работа как минимум рук то есть вот серьезно это серьезная болезнь и у меня сейчас проблема в руках вот не знаю знаете вот вот мир под сама и сейчас еле-еле взял их в руки потому что у меня пальцы не слушаются и вот чтобы достать сначала вставить в уши рпц а потом их достать их положить вот эту коробочку какие-то элементарные движения рукой я могу делать когда речь идет о чем-то толком там типа вот положить их и так далее мне это делать очень сложно то есть но это проблемы с нервами играть нормально с этим точно не получится я могу гантель тяжелую поднять потому что она большая ее легко охватить и все мышцы у меня работают нормально а вот нервная система к сожалению подкачала так здравствуй меня вопрос такой мучает плохо урон проходит не я не про игры сейчас не буду вообще извините пожалуйста про игры про наушники не буду тут еще что-то про блоге лучше батлу продал продолжал бы чем наушники обозревать тебе так не кажется бро по поводу батлы во первых она сдохла ну извините я говорю как есть во вторых я уже озвучил мне очень сложно играть а мучиться каждый раз играть плохо и слышать от вас какой анубас ну как бы извините миша у меня вопрос который который при особой заинтересованности с моей стороны вам можно вообще в отдельный ролик превратить заметил у тебя элементы умного дома да я как-нибудь сделаю ролик про свой умный дом не достаточно много всего как бы к этому подключен на самом деле все достаточно просто я управляю светом управляю музыкой управляю какими умными розетками там типа я могу сказать что не буду говорить от слова чтобы они включилась могу сказать там маруся включи обогреватель и она включить обогреватель мне будет тепло ну или там выключить его очень удобно миша здравствуй был ли в ссср наушники электроника tds 5 я отвечу потому что ну это как бы интересный вопрос чем их можно качнуть хорошо чтоб играли посоветуйте хороший усилитель ай попович это я я знаю я читал пройти наушникам к сожалению самых не слушал и мне очень сложно тебе дать совет извини пожалуйста но я просто не знаю отрепаться о том о сем вот не знаю о чем я не люблю так привет дружище хочу спросить тебя как специалиста купил себе звуковушку креатив бластер хочу я читать про звук миша почему ты не покупаешь рекламу для канала потому что это полная херня я сам продавал когда-то рекламу на своем канале для других каналов и на собственном опыте так я следил за переходами там количеством подписок и так далее я понял что большинство людей и почему я сейчас не продаю рекламу на своем канале потому что это выкинутые деньги то есть человек мне платит допустим 5000 к нему заходит 100 человек из них подписывается 2 ну и чё он за две с половиной тысячи рублей купил двух подписчиков ну точнее по 2 за каждого и то же самое у меня один раз жизни я покупал рекламу и и точнее как есть такой вы наверное знаете дружи обломов и в его паблике вконтакте я один раз купил что-то типа там какой-то свой обзор кинул далеко то ролики не помню даже что это было на что-то годное достаточно и выхлоп от этого был вот примерно такой 0 собственно по этой причине не покупая рекламу я считаю что мой канал он потихонечку сам как-то раскрутиться ну или вы можете в этом помочь если будете делать там репосты и всякое такое правда за это спасибо вы молодцы комментарии пишите лайки ставьте это все помогает там всплывать в рекомендациях и всяком таком это помогает так классно собака у тебя если можно расскажи как можно заработать в инете человеку необычным как я а то хочется купить много чего на денег не хватает скука съела меня без занятий вас просто андрей сидых да я знаю андрея мне писал вконтакте андрей инвалид ему соответственно обычная работа не подходит он как-то может работать в интернете к сожалению вот я бы рад тебе отдать какой-то рецепт вот который сработает но практика показывает то что в интернете можно заработать только если ты либо обманываешь людей это не это не всегда удается нужно быть очень хитрым там и так далее и тебе должно это нравится как ни странно и второй способ это очень долго работать занимаясь чем-то конкретным то есть вот например я youtube он занимаюсь уже там по моему больше 6 или 7 лет и по сути на этом не зарабатывать да я мог бы зарабатывать на этом но не зарабатываю потому что мне пришлось бы делать не совсем то что я люблю вот и все то есть делать какие-нибудь топы факты там еще быть херню извините ли может любой дурак вот просто вот вот такое дерево может делать и это собирает миллионы просмотров соответственно приносит кучу денег а если делаешь что-нибудь что тебе нравится ну как бы ну хотя тем может нравится делать топы тогда это в общем-то молодец зарабатывать а если ты такое не хочешь делать то придется очень долго работать не факт что это сработает какие-то другие способы нужно быть профессионалом в своем каком-то одном деле ты там должен быть html программистом или дизайнером очень хорошим потому что конкуренция в интернете огромное много людей хотят заработать и много людей пытаются это сделать но к сожалению это невозможно вот так вот просто по крайней мере вот так что извини андрей рад бы помочь но я сам пока не научился так миша если следующей части бф выйдет стиле бф-3 либо и в 4 вернешься на канал с роликами про эту игру или теперь уже интересные игры мне уже не интересные игры понятно я уже ответил про свою болезнь и даже если я вылечусь совершенно точно не будет не будут игры моим основным занятием на ю тубе может быть будет что-то по фану выходить как бы ради прикола то и так далее но не так как раньше то есть затрачивать я не собираюсь извините так миш привет как думаешь будущее за беспроводными наушниками или они никогда не смогут переплюнуть проводные по качеству воспроизводения музыки это интересный тоже вопрос поэтому я на него отвечу несомненно в самое ближайшее время я думаю в течение лет пяти мы начнем забывать про провода а через 10 лет даже самые аудиофийские там супер дорогие наушники все будут беспроводными потому что провода это рудимент и их надо совершенно то и от них надо совершенно точно избавляться так будет леса да собственно технологии вырастают соответственно будет какой-нибудь там блюз 6 ap tx супер hd и собственно все это сравняется по качеству сейчас он не сильно проигрывает но потом сравняется совсем правда еще лет сто наверное будут супер аудиофилы которые будут покупать провода по 200 тысяч и и говорит что bluetooth 8 говно ну как бы будет сложно тебе сделать полную а чеха чего просто совместить ранее а я понял короче вопрос следующее хочу ли сделать базу всех там моих измерений там их сейчас уже более 40 разных наушников чтобы людям было удобно зайти так далее у меня есть идея вообще на своем сайте или даже может быть сделать другой сайт сделать базу этого всего мне нужна помощь чтобы мои обзоры переводить в текстовый вид картиночки и так далее если вы готовы если вы там а что имели программист вы пишите текст и еще что-нибудь пишите мне вконтакте я с удовольствием это сделаю и вам в этом помогу но мне нужны помощники один не справлюсь да я хочу это сделать так привет я выбираю нет не помогу выборе если планы на детей определенно есть твои планы на обзор видеокарт процессоров там и так далее да я буду периодически обозревать железки если за это будут платить объяснял уже про наушники то же самое будет про видеокарты мне приносит видеокарту дают бабок собственно я ее тестирую если она хорошая я про нее собственно все рассказываю там вы знаете я один из разработчиков fps монитора и соответственно я могу сделать достаточно объективный тест я в этом понимаю уже много таких обзоров сделал я сделаю классный обзор получу за него деньги у меня уже было немало скажем так такие девайсов которую я не делала обзоры потому что они были говном то есть отсылал обратно и все такое так что не волнуйтесь я получу свои деньги но и расскажу вам если этот девайс хорошие обязательно будут я думаю вот тут мне сейчас хотят заслать если не ошибаюсь 2 ssd диска вот я их бартером возьму скорее всего вот потому что у меня мама компьютеров собирать новые вот маме поставлю их внутрь если они хорошие и расскажу вам какая как тебе новая трилогия звездных войн будет ли в лоб про свадьбы про звездные воины они конечно скатились но я их смотрю и не напрягаясь как бы просто сказка стала не такой занимательной как она была в моем детстве то есть я звездные войны как бы смотрел еще когда они только-только начинались я ходил в кино там это выглядело так что мне типа пять лет звездные войны там оби-ван кеноби дарт вейдер я такой типа пятилетний пиздюк который вау сейчас я как бы пиздюк немножко постарше и поэтому мне не так это все стало интересным но прикольно я смотрю современные звездные войны не плачу о том что они скатились просто как бы не напрягаюсь так будет ли влог со свадьбы я думаю что до смотрел обновлю смотрели ли вы обновлю кстати про свадьбу ребят да на темнее вот деньги реально пойдут на свадьба к сожалению сейчас все деньги уходят на здоровье на семью и так далее на свадьбу денег отложить не получается если что сыты ссылки есть все вконтакте фу блин вконтакте в описании видео и в общем я вам обещаю не просрать эти деньги они пойдут реально на свадьбу да и вот этой весной женюсь и собственно вот на это пойдут звездные войны ответил какие планы на ближайшие на жизни в плане когда что-либо прав деятельности да общем-то я делаю то что мне нравится как и всегда и я надеюсь что это будет востребовано не хочешь ли открыть что-нибудь типа магазинчика с наушниками вы знаете на самом деле я достаточно давно эти вопросы хотелось это сделать то есть если у вас есть идея чем могу пригодиться в этом случае пишите я с удовольствием поучаствую в открытии такого магазина сам сейчас это не потяну ни по деньгам не по своему времени я более того скажу что я не захочу этим заниматься даже если это будет очень прибыльно то есть стоять за прилавком торговать ушами и своим лицом говорит что а вы помните я рейдж вот я делаю честные обзоры вот я вам советую взять вот эти битсы они офигенные так я к сожалению не хочу готов вот вложить душу во все это но не стоять за прилавком хотя иногда допустим могу приходить и его там уставить не послушивание там и так далее короче если есть идеи пишите сейчас к сожалению я сам это делать не готов будет ли обзором на студийные мониторы не собираюсь дальнейшем не собираетесь в дальнейшем провести совместный стрим со схема вам собираюсь честно но когда не знаю михаил как ты нашел себя и полгали искал свое признание может быть предназначение я вот честно скажу я творческий человек я достаточно долго работал дизайнером фотографом там и так далее постоянно что-то придумывал и сейчас я считаю что моя работа достаточно креативно я считаю что я постоянно нахожусь в поиске себя то есть мне постоянно что-то надоедает я что-то делаю новое но вот пока что то что чем я сейчас занимаюсь мне нравится и я это делаю ух я уже запарился честно сказать наши вопросы было там порядка 200 отвечай дальше миша миша будет будешь ли осваивать тему vr интересная тема определенным буду если у меня появится получится собственно как-то к этому прикоснуться я вам обязательно про это расскажу будет будут ли еще игровые стримы или эта тема для тебя канала в лету скорее всего там в канала в лету она будет но немного будут ли in real life стримы например во время поездок на велосипеде и пробежек прогулок сейчас к сожалению на велосипеде ездить не могу отвечал уже про свою болезнь но посмотрим может быть поправлюсь и да почему нет где купить диффер g2 в россии не знаю там горят поставка будет еще одна ваше отношение поливу говна сейчас на ссср а я к этому отношусь крайне отрицательно потому что я жил достаточно долго в ссср я 81 года рождения я застал ссср и общался с людьми которые там там жили еще дольше то есть там мои родители дедушка бабушка множество других людей я могу сказать так что в ссср было круто да там было не все круто там были некоторые проблемы но в целом мне очень нравились там люди люди там были гораздо добрее они гораздо больше думали о других людях нежели она бить и собственного кошелька и возможно мое отношение вообще к вам в том числе и к моим обзорам моей работе она вот такое потому что я достаточно долго жил в том числе сформировался в том обществе я не хочу быть там продажником и так далее я считаю что вот в то время люди за идею были и вот поэтому я тоже за идею так что я отрицательно к этому отношусь но я не являюсь каким-то фанатом сср и так далее там были проблемы и они достаточно очевидно какое пиво пьешь я вообще никакой пиво не пью я вообще не пью по крайней мере уже несколько лет ну ладно бывает там типа на новый год шампусика там или приехали друзья выпили там на троих две бутылочки вина хорошего есть вопросик один хотелось бы узнать про твой основной источник заработка знаю что считать чужие деньги такое себе занятие но мне реально было бы интересно услышать об этом мой основной источник заработка сейчас эта программа fps монитор примерно три года назад мы ее презентовали примерно год ушел не даже полтора наверно ушло на то чтобы эта программа стала популярной и сейчас меня еще несколько семей то есть еще есть как минимум программист который непосредственно и занимается еще есть человек который нам помогает в интернете там отвечает там саппорт грубо говоря и так далее ну в общем еще есть ряд людей которые тоже кормятся с этой программы и я считаю что это замечательно что программа удалось что ее покупаю что нравится людям что она многим помогает мне не раз благодарили за это собственно люди которые решили массу своих проблем с железом с помощью этой программы и в общем-то люди которые говорят зачем если есть аналоги ну как бы пользуйтесь аналогами я ничего как говорится не заставляю вас покупать но вот могу да сказать что программа fps монитор на сейчас кормит я не знаю сколько это еще продлится может быть завтра там ее резко перестанут покупать и мне придется опять жить на дошиках но сейчас собственно благодаря этой программы я снимаю для вас обзоры и эта программа меня полностью кормит то есть не youtube я живу сейчас youtube это так в общем немного на этом зарабатываешь собственно и на программе тоже но на жизнь хватает не на супер шикарную ногу живу но кое-что могу себе позволить и своей семье родителям помогаю по возможности опять же ну в общем как так расскажи про эту няшку собачку в первой части этого видео рассказывал пёс зачетное что за порода сива и ну какой лиги а тосы начинают отбивать ранний пуш бэйнами будет печально выйти в мастер одним билдом здесь идет конечно же речь про starcraft 2 но последний раз я в него очень давно играл в принципе никогда не был особо крутым старкрафтером поэтому я боюсь что кстати бэйна это уже вышли в каком-то патче ну типа в давнем не в той версии в которую я играл так что я не знаю чё там с бэйнами делать хотя иногда кстати смотрю у алекса 007 по моему игры по starcraft мне по приколу как идет похудение будет ли на канале больше роликов на life тематику худение сейчас идет не очень я уже объяснил почему проблемы со здоровьем если у меня отдастся их решить по принятию суть в чем у меня помимо вот недавно поставленного диагноза рассеянный склероз который не позволяет мне нормально заниматься спортом у меня еще есть инсулинорезистивность это грубо говоря тоже болезнь которая не дает мне худеть и вот получается что я из одной болезни не могу нормально двигаться из-за другой и могу похудеть сидя на диване допустим как у некоторых получается просто сиденье на диете так что вот с похудением сейчас проблемы но я не закинул и людей я очень хочу похудеть и если хотя бы один из диагнозов не удается немножко потушить хотя бы я к этому вопросу обязательно вернусь еще такой вопрос как ты относишься к нинтендо свечу никак не отношусь батя наконец-то я купил клауд альфа с по твоим советам спасибо большое не буду дальше читать но спасибо тебе что поблагодарил меня я рад что я делаю что-то полезное миша что ты можешь сказать про escape from tarkov прикольная игрушка я когда-то играл но по-моему там разработчики уже прям совсем заигрались в это все то есть надо делать быстрее хотя я прекрасно понимаю что это такой долгострой потому что он долгострой и вот просто он такой какой есть нравится играете не нравится не играйте миша когда займешься собой извини если что но я уже ответил на этот вопрос болею серьезно болею это не шутки и мне сейчас очень хреново несмотря на то что я сижу такой вид веселенький вам все это отвечаю вот мне нужно будет сейчас дойти до кухни я буду делать это держать за стеночку вот все вот настолько плохо давно не заходил добра тебе мих и здоровья не против обзора на технику там большие бабки крутятся но не хочу не могу не написать про батлу отвечал уже много на раз на этот вопрос мне насрать на бабки с ютуба вот конечно я был бы рад зарабатывать с него там миллион но пожалуйста не надо мне про это писать мне несколько противно потому что я не зарабатываю с этого это что там где-то крутится может быть у вилса кома у меня не крутится потому что я в отличие от некоторых ладно вы все поняли ты смотришь аниме нет не смотрю просто не интересно ничего против ними будет ли сравнение meizu hi-fi так про будет обязательно просто еще в руки не попал но очень хочу классный щенок а то сдолбали эти кошатники кошка у меня тоже есть это же классно привет будут ли еще видосы пары ж готовки или с братом общий запил по данной тематике у брата кстати есть свой канал можете набрать в поиске youtube а готовим играя он купил себе классную технику и классная кухня там и так далее он делает классные видосы про готовка он очень хорошо готовит так что вот приходите к нему когда он будет ко мне в гости приезжать он сейчас живет в питере а я под москвой ну мы с учтением вместе запилим обязательно снова планируешь ли играть в microsoft flight simulator да очень хочу в 2020 году обещал microsoft выпустить новый flight simulator в котором будет там чуть ли не вся планета с высокой детализации посмотрел на ютубе ролики просто через челюсть реально отпадает от графона от проработки этого всего и так далее это очень-очень круто и я несомненно в это хочу поиграть а вот буду ли я в это играть или нет будет зависеть от игры но я очень хочу прям попробовать по крайней мере очень хочется если у тебя желание вернуться в серию battle field как бы как-то да и нет ну скорее нет привет планируешь ли создать контент для англоговорящих людей или придется или приводить свои видосы если вы умеете приводить видосы или хотя бы субтитры напишите мне вконтакте я с удовольствием воспользуюсь вашими услугами потому что я знаю что очень многие даже вот к прошлому видео человек писал на английском языке что к сожалению нет перевода ну вот мой английский носок perfect поэтому для меня я мог бы это делать сам но гробит на это столько времени вот мучаясь тем что я не очень хорошо его знаю и это будет смешно короче вот мне нужен человек который этим будет заниматься если вы готовы пожалуйста напишите мне вконтакте когда уже что-нибудь приготовишь сам на камеру это никита кстати пишет мой брат еще раз повторю готовим играя подписывайтесь на него откуда у тебя такая лапочка не слишком ли балуется это пушистое чудо купил собаку жене ну с будущие людочки она очень давно просила собаку я честно говоря не хотел потому что у нас уже есть кошка но когда лёха озверевший мой подписчик который я считаю стал моим другом у него кстати недавно было день рождения я забыл поздравить мне очередной раз его очень стыдно лёха поздравляю тебе сейчас вот на всю аудиторию короче он мне прислал ссылочку на такую же собаку он сам купил с фотки в ватсапе мне скинул и видео я короче показал люди она сказала хочу и в общем через лёху нам удалось достать очень породистую от чемпионов там и так далее в общем нас очень породистая крутая сиба и ну вот и где исполнил очередную как детскую мечту вот девушки которую я люблю она мне очень благодарны и в общем то собака очень клево мне тоже очень нравится кстати семья это очень круто ребят я понимаю что может быть из вас кто-то еще слишком молод но поверьте мне семья это очень круто особенно когда есть два человека которые друг друга любят понимают и все такое какие силы нужна аэротруба для запуска тебя на мкс просто вываливается в предложениях про аэротрубу видос а ты сказал сказал про космос да я летал в аэротрубе это был очень круто трубу включали на полную мощность и она еле-еле меня поднимала посмотрите обязательно рейш аэротруба в поиске ютуба если не смотрели там много рожайки видео такое вне формата канала пользовался ли ты samsung бац если да как они тебе нет не пользовался джуба вернулся будешь ли с ним катать или же баста очень уважаю джубу очень его люблю это лучше наверно пироп пилотной вертолете которую я знаю если не вообще и есть меня будет такая возможность я сочту за честь с ним поиграть рейш помнишь ли ты первую минуту своего ролика имба зенитка ностальгическая улыбка этот момент когда вижу зенитчика честно не помню но я помнишь такой ролик был вот а что конкретно не помню недавно пересматривал некоторые свои ролики серия типа приколы на стримах там и так далее вот там была реальная ржака было приятно вспомнить эти моменты почему не делаешь обзоры наушники рейзер во первых потому что наушники рейзер делать не умеет все наушники рейзер которые я слушал были полным говном но если вы из компании рейзер и хотите чтобы точнее вы выпустили хорошие наушники хотите чтобы я сделал на них честно обзором пишите мне я с вас возьму деньги но расскажу о ваших наушниках так как это есть так так привет мишка как дела нет хорошо где-то плохо когда уже возьмешь на обзору так когда обзор на собаку на моем live канале в инстаграме кстати подписывайтесь туда обязательно будет миллион обзоров на мою собаку собак послушные ну для своего возраста кстати да а у тебя уже есть собака судя по всему недавно и вообще чего-то вдруг решился на животинку вынуждена владелец джек рассел терьера вине отвечаю тебя жена будущее очень захотела батла где измените сказал как есть опять же расскажи про свое детство рейдж у меня была серия роликов блин как же она называется напишите в комментариях что-то типа истории там и тогда напишите в поиске истории рейдж я рассказывал там всякие забавные истории своего детства может быть еще что-нибудь расскажу кривень когда в краснодар земляк пока не знаю но как бы может быть даже скоро у нас она у меня там есть родственники и у моей будущей супруги там есть тоже родня так что вполне возможно вилку в раз вилку в глаз или в battlefield 1 вау какой собакин согласен мне тоже очень нравится как увеличить длину агрегатора чтобы до двузначных значений я не программист и я не знаю мишань это акита и ну или сиба и ну как твои дела генрих дела нормально это сиба как звать собачку собачку зовут бим но не потому что бим там черного уха там и так далее потому что коротенькое имя и у нас кошка которую зовут буся вот у нас буси и бим бим и буси по моему прикольно поэтому так собственно и назвали собаку у меня уже спина болит ребята извините поправляюсь всячески и так далее уже час практически сижу без остановки какой же ты миша позитивный здравия тебе долгих лет тебе и песику радуй нас долгие годы алекс спасибо большое мне приятно да и что вам тоже так сделаешь подгон не знаю что ответить как познакомился со схемам схемов если не ошибаюсь меня пригласил к себе на вечернюю запайку мы с ним там пообщались потом что-то за решили сыграть вместе и вот так познакомились андрюха очень уважаю он очень клевый мне очень нравится но к сожалению сейчас он играет а я нет так вопросы сюда да раньше мы на стримах общались постоянно грусть крыс красный говорят братишка но я постараюсь стремитесь расскажи про интересных людей с которыми ты познакомился связи со своим каналом там космонавт подписчик и так далее так далее вы знаете я может быть про это отдельное видео сниму много людей с которыми я познакомился благодаря каналу и многие из них действительно интересные так как дела со снижением веса сколько сбросил уже когда стримы за этот за 2019 год я скинул порядка 30 килограмм все что пойдет дальше я очень хочу похудеть еще но будет зависеть от моего здоровья так классный собакин дима вар согласен эй рэйш мы пехота шанхая уже заждались выходи подлый трус улыбнулся очень скучаю по пехоте шанхая что с глазами с детства у меня глаза вот так вот как бы вот закатаны у моего отца примерно также еще устал он и в школе меня иногда называли столоны вот спросите у столоны что у него с глазами какую музыку любишь если у тебя права если нет почему музыку люблю совершенно разную могу слушать сейчас даже какой-то рэп иногда очень редко но в основном это рок 70 80 90-х если у меня права нет прав у меня не было потому что я не получил их один раз когда я хотел сдавать права несмотря на то что у меня была машина права я не сдал у меня жена сдала на право я за компанию с ней ходил я проходил площадку без проблем на обучении там и так далее а когда пошла речь вот сдать в гаи экзамен теорию я ее не учу вообще поэтому естественно провалился но я не сильно парился и как бы типа но кей крутой собак спасибо миша пиксель классный как звать бим как думаешь если рейджика показать сестре будут себя вести как чужие не знаю добрый вечер какие ваши любимые книги авторы жанры наверное стоит про это снять отдельное видео потому что в свое время очень много всего читал к сожалению сейчас немного у меня времени хватает чтобы читать парами художественную литературу но в свое время я очень много читал в основном мне очень нравилась фантастика то есть начал я жулия верно можно сказать так можно сказать станислав лима из-за казимов все у них прочитал включая ну там много других тоже писателей включая даже не только их рассказы там книги и так далее ну и там журналы которые они они вели читал и записки короче вот подскажи hyper cloud нет не подскажу песка к фильме хатика похож так салют михаил не дождался обзора с усилителей колонок у тебя на канале будет обязательно во что играешь него что у меня даже на телефоне игры нет хотя недавно знаете я скачался на телефон flashback если вы старик как я вы знаете что была такая игра flashback но я в нее так не поиграл просто скачал из уважения древности из ностальгии привет михаил посоветует несколько торрент трекеров не посоветую это незаконно хотя я тоже иногда пользуюсь как когда познакомился с лама чем лама счета крутой сейчас пабгер играет играл точнее в наве даже и так далее как и о доузе например и обоих я знаю по баттлфилду собой в баттлфилде познакомился классные ребята по своему хотя и в некоторых деталях того же самого лаим ламочи не поддерживай мне не нравится когда он материться у себя на стримах так далее ну собственно его стрима его дело ну да знаю этого человека как для прослушивания музыки дорогие колонки потом отвечу вот нет извините привет что но в последнем обновлении фпс монитору в последнем фпс мониторе мы добавили поддержку китайских шрифтов то есть китайцы теперь довольны там теперь появилась возможность пинг пинговать что-нибудь то есть в фпс мониторе вы можете не только фпс смотреть там и всю нагрузку на железную и даже пинговать что-нибудь исправили миллион всяких новых ошибок добавили железо вот самая-самая новая которого сейчас появилась ну вот собственно это было в последнем и я говорю там миллион всяких правах сделали скачете фпс монитор это полезная программа и эта программа позволяет мне жить и собственно кормить свою семью вот так следующее видео так 2 наверно мишань следующая сходка будет так когда пасы собаки красной поярвись серега будет и все будет ты знаешь меня но когда не знаю как у тебя дела с рукой ребят плохо смотрите предыдущие видео вот из этой серии где отвечаю на вопросы это третья часть до этого была вторая и первая соответственно там более подробно рассказывал мишаник ты молодец у нас нет вопроса будет желание напиши мне вконтакте кроме звука шнурок напиши мне я не знаю просто я забуду мне много дел правда хочешь напиши мне сам а я шуточный вопрос задам песик писает куда вот сегодняшнего дня мы водим его на улицу но насколько я понял он сегодня не пописал а до этого вперенком потому что он проходил стерео этих как всяких уколов там и погнали его вводить нельзя было на улицу вот срок вышел сегодня мы выводили гулять соответственно вы соответственно будем учить теперь писать на улице когда возомневиться рублика я худею отвечал в прошлых видео миша помоги какие выбрать обои на кухню миш с тобой в реальной жизни можно встретиться и в каком городе ты живешь я долго не рассказывал в каком городе живу но в общем то наверное от этого ничего плохого не случится я живу в балашихе но как бы для того чтобы со мной встретиться надо какой-то повод для этого чтобы был например я иногда устраиваю сходки с подписчиками приходите на сходку мы там хорошо посидим проведем время и увидимся когда следующая сходка пока не знаю но объявляю себя в контакте так что подписывайтесь на вконтакт что по фитнесу куда делись выпуски по нему отвечал когда будут поездки на игровые выставки как только поправлю здоровье к сожалению месяц я уже говорил проблема дойти выбросить мусор по дворе и вернуться обратно они ездят на выставку кстати одна из один из приступов которые вот оказывается были это обострение происходит эта болезнь у меня был один раз когда я поехал на выставку gamescom в германию и вы мне на канале не видели выпуска поэтому гейском геймскому по одной причине я три дня провалялся в кровати в номере вот как я сейчас уже зная что такое рассеянный склероз я понял что это был приступ этого самого рассеянного склероза но тогда я об этом не знал к сожалению и врачи которым я обращался в течение этих лет тоже говорили ну если очень образно то все проблемы твоя от веса худее все будет нормально оказалось вот она как так тарков в топ-5 самых популярных игр на твиче последний месяц можешь про него планировать короче поиграть в него будешь нет не буду потому что вообще сейчас не играю речь передай привет бывалым сравщиком привет было в бывалым сравщиком я вижу что вопросы уже подпис лайками значит мы подходим под конец я уже устал меня голос сорвался сейчас позвольте мне просто немножко вот сесть по-другому и поправить майку потому что я уже просто я уже просто не могу отвечать на эти вопросы их много их слишком много но я вам обещал я справлюсь так так наши сквозные раны от нерфа не заживут никогда сочувствуем ребят пиво с таранкой любишь я пиво не пью жена или 20 вот серьезно почему прекратил худеть ответил болею как познакомился с девушкой если кратко то мы списались в интернете я написал и в интернете мы разговорились хоть написал вообще не по поводу знакомства и так далее долгая история увидел ее на передаче первый раз на передачу малахова ну так написал ей разговорились туда-сюда потом как-то понравились друг другу я съездил в гости потом вернулся в москву еще раз ездил в гости и потом ее уже забрал сюда со всеми как говорится вещами кошкой там и так далее и мы вот живем уже вместе и очень счастлива так это она тебе сказала чтобы ты не худел нет ни она сказала она очень хочет чтоб я похудел но как бы и не сильно меня долбит а может она понимает что я не худею потому что я болею к сожалению вот так пока что привет михаил если новая батла будет иметь крутые вертолеты вернешь ли ты в гейминг если будет позволять здоровье вернусь привет миша не вопрос следующего содержания я вернусь прям не задротски говорил об этом следующие сидит содержание кстати так какой твой самый запоминающийся момент был в battlefield 4 subaru аватарка как у джубы почему-то ну ладно сама запоминающийся момент не знаю и было очень много ну правда не хочу отмазаться правда и было очень много я не знаю что ответить однозначно youtube как я понял был твоим основным источником доходом сейчас ты чем зарабатываешь если не секрет я уже сказал покупайте программу fps монитор это позволит содержать мне мою семью моему программист еще скажем так паре людей которые в общем-то развивают это сейчас программа со мной вместе вот это мой основной источник сейчас дохода если он прекратится мне придется перейти на дошираки или не знаю что делать работы сейчас на нормальную работу я навряд ли смогу идти со своим заболезванием по-хорошему мне надо заморачиваться идти оформлять инвалидность потому что я уже объяснял почему вот у меня реальные проблемы сейчас есть и если эта программа перестанет меня кормить я не знаю что буду делать такие дела youtube как и он так михаилом куда ты пропал и и где начала работать ответил где вы познакомились с людей с людой и как это было но я вот только что ответил этот вопрос мы познакомились в интернете кстати женой с которой я прожил десять лет до этого тоже познакомился в интернете и с девушкой с которой я до этого прожил два года я тоже познакомился в интернете вот так получилось что большинство длительных отношений которые у меня были они начались с интернета были короткие кучи всяких отношений. Типа там, я, допустим, с косиршей знакомился когда-то встречались. Или там в больнице с девушкой знакомился. Там еще какие-то... В общем, в реалии, которые были знакомства, они как-то вот надолго не хватало их. А в интернете, ну вот, по крайней мере, как-то так. Так что не бойтесь знакомств в интернете. Все от вас зависит. Ну и, соответственно, от вашей второй половинки. Так. Когда видео с похудениями? Когда стримы? Отвечал на оба вопроса. Почему ты забросил серию игр про Battlefield? Тоже отвечал на этот вопрос. И самый популярный из 159 комментариев, по крайней мере, здесь 37 лайков. Привет! Говорит Александра. Привет! Как живется без Battlefield? Скучаешь ли по вертолетам? Скучаешь ли по скваду Union? Где кланвары? Где клан... А, по кланварам. Вы знаете, я из-за этого всего вырос, ребятушки, вырос. Мне мало того, что сейчас здоровье не позволяет хорошо играть. Извините, вот сегодня много про здоровье, потому что, ну, много вопросов, которые так или иначе его касаются. Но, собственно, да, я по этому всему скучаю, но вряд ли вернусь. Так что, я буду дальше стараться заниматься обзорами, делать для вас интересный, качественный контент и честный, как мне кажется, все-таки это немаловажно. Но в игры, если я вернусь, то уже несерьезно, по фану и так далее. Я уверен, что за те 6 лет, которые я более-менее серьезно занимаюсь каналом, из вас тоже многие повзрослели. По крайней мере, я проводил у себя в сообществе, вот здесь на Ютубе опрос, и там были такие вопросы, сколько за последний месяц вы играли в Battlefield, там, или во что-либо еще. И, по-моему, там процентов 70 или 80 ответили, что даже не заходили. Вот. И процентов 10 только ответили, что там играли пару часов. То есть, я уверен, что многие из вас тоже вместе со мной выросли из Battlefield, и я уверен, что мы с вами еще будем очень долго общаться на этом канале, и надеюсь, что не только по игровой тематике. Да, мы все меняемся. Battlefield изменился, к сожалению, мне не нравится в какую-то сторону. Но самое главное, что изменились мы. А на этом мы будем заканчивать. Вот это были долгие ответы на вопросы в трех частях. Мы заканчиваем третью часть на отметке 1 час 8 минут. Я устал, но я очень рад был ответить на эти вопросы, и я думаю, что через некоторое время мы это повторим. Спасибо всем, кто досмотрел все три части до конца. С вами был Миша. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Я уже говорить просто не могу. Но в любом случае, я очень и очень рад был с вами пообщаться. Еще увидимся. Лайки, подписка, комментарии. Все это помогает. Даже репосты помогают развиваться моему каналу. И обязательно подписывайтесь на канал платно, потому что это возможность мне, скажем так, чуть-чуть думать о том, что будет завтра. Потому что сейчас реально такая ситуация, что деньги мне нужны, но не такая ситуация, что они мне нужны прямо сейчас. Так что стабильный заработок, он пригодится. Но опять же, эти там ответы на вопросы и так далее, не только про деньги, и не ради денег, и так далее. Просто я достаточно много вложил в то, чтобы делать для вас качественный контент. И мне хочется, чтобы этот качественный контент хоть как-то отбивался. Я не хочу продавать свою жопу. И только от вас, реально только от вас зависит, как все дальше будет. С вами был Миша. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok